Я Евгения Пронкина. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на нашем канале. Мы верим, что смотря передачи и проповеди Церкви Скиния, вы получаете хлеб насущный и живое актуальное слово с неба. Мы рады, что вы разделяете видение Церкви Скиния и поддерживаете наше служение своими добровольными пожертвованиями. Без ваших щедрых вкладов мы не могли бы осуществить столь масштабную работу, которую Бог поручил нам сделать. Вся информация о переводах находится в описании под любым видео на канале. От себя лично выражаю огромную благодарность и безмерную любовь. Посылаю вам мир. Мне хочется сегодня крикнуть в твой дух. Не уходи от двери, в которую стучишь. Не уходи от двери, в которую стучишь. Если анализировать мою жизнь, я быстро нахожу двери, быстро начинаю в них стучать. Но часто ухожу. Иногда даже, когда стучу в процессе, думаю, хоть бы никто не открыл. Иногда мы хотим того, чего, может быть, на самом деле и не хотим. Парадоксально. И это все мы, женщины. И славянской женщине особенно тяжело вообще что-либо просить. Просить. Потому что это унизительно. Почему унизительно? Потому что мы продукт послевоенных действий. Когда мужчин не было, когда сильная женщина – это гордость. Когда я все сама. Я сама. И поэтому нам сложно просить. И очень много женщин в церкви. Я такая же женщина. Я попрошу у Бога. Мы же ходим в церковь. Зачем? Зачем мы вообще с Богом встречаемся? Мы хотим видеть, как Иисус говорит, молитесь же так, чтобы Царство Небесное пришло на эту землю. Чтобы как на небе, так и на земле. Чтобы хотя бы частичка неба отобразилась в моей жизни. Пусть не в каждой сфере. Но я в процессе. Ну хотя бы. Чтобы что-то начало отображаться. Чтобы люди смотрели на меня и говорили. Это Божья женщина. Это Божья женщина. Но сегодня столько много религий в церквях. Столько много проблем и установок, которые у нас в голове. Мы элементарные вещи даже не думаем, что мы на них можем даже претендовать, что мы можем стучать в эту дверь. И сегодня мы не отображаем небо. Сегодня мы боимся даже в какой-то момент быть теми, кто отражает. Потому что у многих из нас сидит в голове, что я недостойна. Вся слава Господу. Так Бог и берет. Великий Бог, прославленный. Он не сидел там в депрессии на небе, потому что ты ему не поклонялась. Он и берет. Он есть любовь. Он приходит на эту землю, чтобы обожествить тебя своим присутствием. Чтобы сделать тебя сверхъестественной женщиной. Тебя и меня. В этом и есть его воля. В этом и есть его сила. Но сегодня мы подходим ко многим дверям. Двери – это переход из одной реальности в другую, из одной комнаты в другую. Чтобы перейти из одной комнаты в другую комнату, тебе нужно пройти сквозь двери. Чтобы перейти из одного состояния в иное состояние, тебе нужна дверь. Чтобы перейти из одного образа мышления в другой образ мышления, тебе нужна дверь. Какое-то знание новое, какой-то новый навык нужен. Дверь. Давайте прочитаем. Я сегодня хочу вдохновить тебя и себя, потому что женщины, мы народ непостоянный, цикличный. Циклы у нас. Физиология нам об этом говорит. Мы цикличны. У нас циклы. Сегодня я мир спасаю, завтра я плевала на этот мир, послезавтра опять решила его спасать. И женщине это позволительно. Почему? Потому что у нас циклы. И это нормально. Но это если говорить о женской природе. Но если говорить о духе, то у духа нет ни женского, ни мужского рода. В духе мы должны быть стабильны. И нам все равно нужно будет определиться однажды по жизни. Духовная я женщина или просто я женщина, которая ходит как в кружок или как в клуб в христианскую церковь. Надо однажды определиться. Я хочу быть все-таки духовной женщиной. Я хочу входить в двери и переходить в какую-то иную реальность и видеть чудеса Божьи. Амин. И мы нестабильны. И поэтому нам приходится с этим сражаться. Мужчинам легче. Физиологически у них нет циклов. Хотя на сегодняшний день очень много мужчин с женским началом. Они очень цикличны. В депрессию могут впасть. И многое-многое другое. Депрессия, ладно, это не очень хороший пример, потому что в депрессию сегодня впадают люди, неважно в каком он гендерном состоянии находится. Потому что сегодня век информации, насилия над человеческим сознанием. Сегодня столько стресса. И поэтому люди сегодня... Паническая атака – это вообще самый распространенный диагноз сегодня. У населения городов. Но не о мужчинах хочу говорить. Да, у нас же женская церковь. Хочу говорить о нас, о женщинах. И мы рождены в женском теле. И у нас есть циклы. И мы нестабильны. И я вновь и вновь сталкиваюсь каждый раз с одной и той же проблемой. Я думаю, что ты с ней сталкиваешься тоже. Так как ты женщина. Мы часто бросаем то, что начинаем. Мы часто не доходим до результата. Мы, когда не чувствуем поддержки, или когда не чувствуем, что это кому-то нужно, мы это все бросаем. Но это все можно оправдать только в одном случае, если это не касается духовного мира. если это не касается духовных вещей. Потому что я еще раз повторюсь, в духе нет ни мужского, ни женского пола. И я сегодня хочу тебя и себя в первую очередь обновить и возбудить для Бога. Потому что для Бога мы в духе, понимаете, мы имеем силу противостоять всем циклам, всем вот этим вот нашим «хочу», «не хочу». Сегодня у меня там, не буду говорить эти слова, женские дни, неженские дни, да неважно, какие дни. Все, что касается духовных вещей, нам надо оставаться стабильными. И по-человечески, наверное, это может быть и невозможно. Но это возможно благодаря Иисусу. Если ты призванная женщина, если у тебя есть отношения с Иисусом, то я делаю очень просто. Я говорю, Господи Иисус, милый мой, дорогой, любимый, спаси меня от самой себя. И вы знаете, это работает. И вдруг у меня рождаются опять желания или хотя бы появляются силы в прямом смысле себя вот так вот взять за шкирку и притащить в место, где я должна быть. Понимаете? Такие важные вещи. Я не понимаю, как это работает. Но это работает. Это работает. И так как я служу женщинам, вообще это мое призвание, я люблю женщин, вообще мне интересно, кто такая женщина, изучить ее вообще. Это уникальное создание. Вот. И я много что оправдываю в жизни женщины, просто потому, что я понимаю, что это нормально. То, что я раньше судила, сегодня я оправдываю просто потому, что я поняла, что есть разница между мужчиной и женщиной. Но. Оправдывая, 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 я вдруг увидела внутри себя, что я, ну, обленилась. В духе невозможно оправдать. Вы понимаете? Невозможно прийти к Богу и сказать, Бог, я женщина, поэтому я этого не делала. Нет, в духе мы с вами способны, девочки, быть. Больше, чем женщины. Там нет ни мужеского, ни женского пола. Мы способны в духе побеждать плоть. И вот у нам предстоит пост недельный. Кто уже планирует идти на недельный пост? Отлично, отлично. Это будет тяжело. Но это нужно будет сделать. Я не знаю, доползи. Ляжь и лежи эту неделю. Но пройди этот пост. Потому что нельзя. Потому что на сегодняшний день я... Сегодня же вообще такой век, да, когда мы познаем, познаем внутренность свою, познаем себя. Это прекрасное время, я считаю. Просвещение такое, да. И вот женщина уже понимает, что она хочет, чего она не хочет, что она может, что она не может. И я вижу, как сегодня обленились женщины. Обленились. И я вот такая же, как и другие. Но я еще раз хочу напомнить нам, милые мои сестры, во Христе женщины, рожденные свыше. Во Христе у нас нет ни мужеского, ни женского пола. Все, что касается призвания, там у нас есть сила от Иисуса. Есть, конечно, перебор, когда женщина прет на себе и уже думает, то ли она уже, Христос Иисус, явившийся во плоти, знаете, планету спасает. Нет, я говорю о том, когда ты знаешь, в чем твое призвание. Ты получила от Господа намерение, ты получила от Господа призыв, ты получила от Бога знание духовное, что тебе нужно делать, в каком тебе, на что свою энергию тратить, в чем себя проявить. И ты в этом действуешь. Вот у меня, допустим, было время, когда, представляете, я упокаялась-то давно, да, там, в 2000 году, а в призвание я вошла в свое. Сколько у нас женской церкви? Шесть лет. Шесть лет назад. Я знала, что я призвана служить женщинам? Знала от начала, практически. Ну, первый год меня штормило, я думала, я левитом буду. Но я знала, что я призвана служить женщинам. Но в свое призвание я вошла только шесть лет назад. Все те годы я, знаете, что делала? Я Иисусу доказывала, что я тоже лихой парень. Фигара здесь, фигара там, пока не умоталась и не начала заниматься тем, чем должна заниматься. Мы устаем во Христе лишь только потому, что занимаемся не своим делом. Когда ты в призвании, это как ездить за рулем. Кто ездит за рулем? Ты устал? Ты долго ехал? У тебя спина болит? У тебя копчик болит? У тебя все болит? Ну, допустим, если ты долго ехал. Но наутро ты с удовольствием идешь опять в машину, садишься и едешь. Наутро же нет, у тебя все продаю. Больше не буду ездить за рулем. Поэтому я хочу здесь разграничить этот момент. Но все же нам нужна стабильность. Нам нужна стабильность. И если мы читаем Евангелие, если мы читаем еще Библию, мы должны понимать, Бог обращается к нашему духу. К нашему духу. В духовном мире работают эти законы. И никаких других законов нет. Эти работают законы. И сегодня я хочу, давайте прочитаем, вам и себе напомнить. Место прекрасное. А давайте прям много почитаем. Где еще Библию читать? Луки 11 глава с 1 стиха. Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться. Как и Анна научил учеников своих. То есть ученика вдохновила молитва Иисуса. Ты иногда, ну не иногда, я однажды была вдохновлена служением определенных людей. Как человек молится, как человек посвящен, как человек служит. Так? Так. И ученик был вдохновлен. Иисус без проблем. Начинает учить. Он сказал им, когда молитесь, говорите. И мы знаем, Отче наш, да? Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас где я уж потеряла. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И сказал им, то есть Он дает им молитву. Дал им молитву. Все, ребята, идите, делайте. Но Иисус дает им очень важную дальше притчу. И вот эта притча, она в первую очередь отрезвляет меня, и надеюсь, она отрезвит тебя в начале года. Обидно будет, если ты проспишь этот год. В духе можно проспать десятилетия. просто уснуть в духе и жить по плоти. А потом, когда совсем уже будет горько, проснуться и подумать, ой, столько времени упущено. Чтобы такого не было, лучше маленькие шаги. Небольшие, но маленькие шаги, но Господу. Окей? Я верю, что мы с вами пробудимся, женщины. Я понимаю, что пандемия, сложные обстоятельства, суета, век потребления. И может быть, сейчас ты сидишь, смотришь проповедь, и одновременно сейчас в айфоне можно и проповедь смотреть, и на сайтах гулять. Может быть, ты уже и на сайтах там гуляешь, может, уже какие-то я там вещи в Заре выбрала. Я все это понимаю, я тоже женщина. Но, может быть, стоит найти время, чтобы посидеть у ног Иисуса. Может быть, все-таки стоит вернуться к этим простым, значимым вещам. И смотрите, что происходит. Мы все с вами однажды были вдохновленные. Вдохновленные. Кому-то, может быть, Господь сразу пришел и лично тебя вдохновил. Такое тоже бывает. Но ко мне Господь вначале приходил через людей и до сих пор через них приходит. Я вдохновляюсь служением других людей. Я вижу посвящение, я чувствую атмосферу. Конечно, Господь посещает меня в моих молитвах. И Бог дает много откровений. Сегодня, я помню, у нас была волна такая в 2000... А, сейчас первый. В 2000-м или в 19-м это началось. В 19-м, помните, пророчество. Все что-то там друг к другу пророчествовали. Я не упраздняю пророчество, ничего. Просто теперь что с этой грудой пророчеств делать? Что с этим теперь делать? Теперь это горе от ума. Я такой помазанный, перепомазанный, что даже ногу поднять не могу с постели, чтобы даже до церкви добраться. Помазаннику карету с неба подавай. Такие помазанные, перепомазанные все. Потому что Бог, когда пророчествует, когда Бог говорит пророчество человеку, Он вдохновляет его, Он его не унижает. Он говорит, Он показывает в тебе твои сильные стороны. Он говорит, я призвал тебя в этом, я вижу тебя в этом, я знаю тебя в этом, я родил тебя в этом. И мы такие набрали все это и пошли спать. А что теперь с этим делать? И поэтому Иисус ученику говорит, без проблем, я сейчас тебя научу. Хочешь, как я? Я сейчас тебя научу. Давай, Отче наш, Сущий на небесах. Он дает ему молитву. Но потом Он говорит ему важную притчу. И сейчас давайте ее посмотрим. Это очень важно. Потому что именно то, что Иисус дает и то, что у тебя сегодня есть, пророчество, у тебя сегодня есть. Ты вдохновлен чем-то откровением, ты вдохновлен чем-то призванием. Знаешь, у тебя как заклокотало внутри, ты увидел какого-то человека и вдохновился и говоришь, ой, я тоже так хочу. Это все замечательно. Вдохновленных людей много, но стабильных людей очень мало. И смотрите, что происходит. Дальше. Иисус говорит Пятый стих. Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему, в полночь скажет ему, друг, дай мне взаимы три хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, мне нечего положить ему. Тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня. Двери уже заперты, дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Здесь важный момент, восьмой стих. Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности встав, даст ему сколько просит. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащий отворяет. О чем эта притча? Конечно, притчи Иисуса, они очень, они как бриллианты, многогранны, и можно с разных дверей заходить в эту притчу. Но сегодня о чем я хочу сказать тебе и себе? В чем заключается смысл этой притчи? Если бы этот человек постучал и ушел, то ничего бы не получил. Но по неотступности, по неотступности, о чем это говорится? О стабильности. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Не перестану молиться, пока не получу. Не перестану ходить на эту группу, пока не увижу. Не перестану заниматься делом, которых Бог меня поручил. Пока Господь не скажет. Вы знаете, сколько раз я хотела прикрыть женскую церковь? Да мне кажется, больше, чем она идет. Но мне точно это сказал делать Господь. Он, конечно, мне дает как бы доказательства периодически. но в принципе год приходится жить в сухомятку. По неотступности. Иногда мне кажется, что он меня забыл. Иногда мне кажется, что он вообще на меня злится. Помните, там он говорит, даже если не по дружбе, мне иногда кажется, что мы уже с ним не друзья. Ну мыслишь, всякие бывают, да? но я продолжаю делать дело, которое он мне сказал делать. И каждый раз, когда происходят праздники, когда происходят какие-то события, когда я вижу плоды всего этого, когда мне многие женщины пишут с разных стран, городов и всего остального, и многие, и многие, и многие, потому что если бы вы не писали, я бы давно точно бы это остановила. И я вдруг понимаю, что, а, это надо еще там кому-то. Но вы знаете, что? Именно неотступность, 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 неотступность однажды открывает двери. И мне хочется вдохновить тебя сегодня, сестра, если ты оставила свое служение, такое бывает. Бывает, что Бог переводит человека из одного служения в другое. Такое бывает. Но когда Он переводит, когда ты точно слышала, что Он тебе это говорил, но если ты призвана, у тебя есть духовное, духовное, как это называется, бремя, неси его, оно на самом деле легкое. Если ты не будешь одна его нести. Сколько раз, я точно поняла, важно себя себя физически донести. А все остальное делает Господь. Реально? Все остальное делает Бог. Бог вдохновляет, Бог дает откровения, Бог дает присутствие свое. И каждый раз, каждый раз, когда я продолжаю стучать в дверь, каждый раз, когда я продолжаю делать то, что я делаю, я всегда имею наслаждение. Идешь, умираешь, возвращаешься, паришь на крыльях. Поэтому я хочу вдохновить тебя сегодня на этот год. Если ты бросила что-то, оставила что-то, и может быть, ты оправдалась себе, и ты сказала, я женщина, мне можно. Слушай, ты можешь оставить, что-то не делать в физическом мире, но не оставляй духовный труд. Я помню, как у меня было искушение, у меня было большое искушение, мне хотелось вообще оставить духовное служение. Пойти заниматься психологией, психоанализом, пойти еще дальше получить высшее образование. И однажды Бог со мной заговорил. Он говорит, Женя, психологов очень много на земле. Священников мало. Я дал тебе талант, не закапывая его. И я, знаете, это было удивительно для меня. И я поняла, что моя профессия, она на второе место ушла. И я поняла, что быть священником, говорить об Иисусе, проповедовать слово, молиться, веря, что Бог посетит человека и исцелит его душу, исцелит его болезнь. Если Бог тебе дал эту мантию, продолжай ее нести. Продолжай ее нести. если ты стучишь, и тебе кажется, что там тебя уже никто не слышит, я тебе говорю, тебя слышат, и дверь откроется. И ты из одной реальности перейдешь в новую реальность. Когда ты была с пустыми руками, твои руки будут наполнены. кто стучит, тому отворят, кто ищет, тот находит. Поэтому ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. Все остальное приложится к нам. Я сегодня хочу возбудить моих духовных орлиц, которые знают, что они не просто рождены свыше, вы призваны для служения Богу. Я хочу сказать тебе, милая моя сестра, возвращайся. Бог ждет тебя. Бог ждет тебя. И Его бремя нести, потому что многие говорят, это тяжело служить Богу. Служить Богу не тяжело, если служишь вместе с Иисусом. Если молишься за людей, веря, что Иисус исцеляет, а не ты. Если помогаешь разобраться в ситуации человека, и ты понимаешь, что не твоей мудростью, а его мудростью, тогда легко. Я каждый раз, когда ко мне люди приходят, я иногда в стопор вхожу. Я не знаю, что им сказать. И я внутри прям с Духом Святым начинаю разговаривать, говорю, Дух Святой, пожалуйста. И раз, какая-то зацепка, какая-то мысль. Я потом сама диву даюсь, думаю, вау, вообще, как так? Как это возможно? С Ним служить, это одно удовольствие. Он обожествляет тебя и меня своим присутствием именно в процессе служения. Ты чувствуешь себя сверхъестественной женщиной. И если ты имеешь эту мантию, если ты имеешь этот дар, я прошу тебя, давай, находи время, чтобы сидеть у ног Иисуса. Хватит суетиться, как Марфа. Этой суеты у нас вот так. Нам нужно вновь восстанавливать графики. Графики посвящения, графики служения, графики, где ты должна быть. В стабильности есть сила. Аминь.